Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас обзор каравана Swift Kudas. Это 580-я модель, караван 2017 года выпуска. Полноценное шестиместное размещение. Полностью растаможен, находится на площадке Псков Николая Василия 82А. Стоимость 1 412 000 рублей, караван полностью комплектный. И данный караван уже с палаточкой, с солнечной панелью, с мувером, но без пульта. Хочу заметить, все, мозги на месте, все есть. Попробуем решить этот вопрос с пультом, кому это необходимо. Вот такая вот свежая вещь появилась на нашей площадке, шестиместной. С полноценным самым узлом, с отоплением трума. Сцепная головка Alka с боковым компенсатором и с тормозом накатного типа. Передний багажник у нас может быть оснащен двумя газовыми баллонами. Встроенный газовый редуктор. Но все это дело сейчас доступно, в принципе. Образно говоря, вот опять, что последнее мы делали. Два газовых баллона, аккумулятор, все переходники, шланги. То есть в пределах 35 000 рублей. Караван оснащен и готов к эксплуатации. Закладная роллета для палаточки с двух сторон в данном караване. Плоскости сплошные уже идут. Это цельные панели без стыков, что, безусловно, обуславливает прочность таких караванов. Палаточка в комплекте. Вот она находится под задним диваном. Т-250 поворотный унитаз с кассетой, с отдельным бачком смыва. Шины 185R14. Шины абсолютно новые. То есть никаких тут незамен ничего не потребуется, потому что мы за этим очень сильно следим. Место для подключения аккумулятора E-220 вольт. Место подключения забора воды Truma Ultra Flow. Здесь у нас караван оснащен насосной станцией. Так, что касается низа каравана и там клапы, тому подобное. Здесь все свежее. Все соответствует воду выпуска, соответственно. То есть по факту без нареканий. Есть закладная туля для крепления велобагажников. Сзади у нас без окошка, повторюсь. Так, закладная ролета для палатки с левой стороны также в полном порядке. Место подключения газового гриля. Здесь мы можем лицезреть нутро дивана переднего. Ну и один из блоков предохранителя, отвечающий за саргеновский блок. Так, здесь у нас розеточка для палатки. Задняя часть холодильника. Вес каравана тонна 287. Ну и давайте посмотрим внутри на этого красавца. Так, то есть что хотелось бы сказать. Здесь у нас в передней части очень шикарный асимметричный диван. Метр восемьдесят пять и метр девяносто. Раскладывается он в полноценную двухспальную кровать. Два метра по ширине. Фасады. Светлый орех. Все настолько просто красиво в таких вещах, Так что здесь, наверное, больше просто лицезреть, чем говорить. Интегрированная кухня в середине каравана. Напротив полноценный раздельный санузел. И в задней части каравана находится вот такой вот. Назовем его, наверное, детский уголок. Двухъярусная кровать по правой стороне по ходу движения. Здесь у нас кровать может раскладываться и нижний диванчик. И есть второй ярус, который вот к стеночке. Здесь у нас вот как раз матрасики лежат для второго яруса. То есть полноценно сзади могут разместиться четыре человека. Но нижние ярусы, да, это, понятное дело, метр восемьдесят на шестьдесят. Детки могут разместиться достаточно спокойно. Спокойно. Единственное, что, опять же, все это должно быть под присмотром родителей. И 277 килограмм выдерживает верхний ярус. Не надо проверять ничего на прочность, скажем так. Дайте совету. Так, что касается оборудования данного каравана. Здесь у нас вот такой вот блок. Это блок присущ караванам Swift. Вот смотрите, что мы имеем. Сейчас еще раз, чтобы загорелось. Небольшой такой сегодня у нас будет экскурс в работу. То есть у нас есть питание в караване. Если бы у нас было питание сейчас только от аккумулятора, горел бы диодик только здесь. Здесь мы видим, что он подключен у нас 220. Соответственно, понижающий блок сразу у нас делит его на 12 вольт. Если есть аккумулятор, он его заряжает. Здесь у нас активируется помпа. Заработала она под передним правым диваном. Если мы используем 13-пиновую розетку, то, соответственно, здесь у нас должен и автомобиль работает загораться зеленый огонек. И в правом вот этом поле будет степень заряда для уже непосредственно 13-пиновой розетки. И, соответственно, это отвечает у нас уже за зарядку аккумулятора и работу холодильника под 12 вольт по пути. Так, панель саргентовская находится она у нас вот здесь. Здесь же у нас находятся и автоматы. Здесь же у нас находится и понижающий блок и зарядное устройство для собственного аккумулятора. Мозги от мувера. Насосная станция. И установка трума. Котел 4-киловаттный. То есть все это под правым диваном находится. Под левым диваном все пусто. Так, это то, что касается электрических блоков управления и подачи питания. Так, далее у нас интегрированная кухня представляет такую классическую британскую трехкомфорочная газовая плита с автоматическим поджигом, с газовым грилем и газовым духовым шкафом. Холодильник у нас Тетфорд на 104 литра. Здесь он с большой морозильной камерой. В принципе, есть всяческие места для хранения и использования какой-то кухонной утвари. В том числе есть поддончик для посуды сырой. Он ставится сюда на столешницу и сливается все это дело в раковину. Поскольку стоит насосная станция, у нас Трума только заборник. Так, микроволновая печь. Все тут в комплекте. Квикстарт, мягкий старт. Все работает. Работает, понятное дело, только 220 вольт. Никаких 12 нет. А караван оснащен солнечной панелью. Вот он у нас, блок саргентовский. Даже ему достаточно с учетом дождя. Вот этого вот света. В принципе, хорошая такая конструкция. Даже, я бы сказал, идеальная для большой семьи. Ну и отдельное внимание о санузлу. Поворотный унитаз Тетфорд. С электрической помпой смыва. Душевая кабинка. Все это дело закрывается. Есть дверка. Дом в дальнейшем абсолютно состоянии. Все, леечка на месте. Очень красивое зеркало-след подсветочкой с местной. Можно умыть руки. Можно положить какие-то аксессуары. Кухонные, ой, кухонные, туалетные. Полочка. Все замечательно. Не стесняет никаких здесь. И никакими, скажем так, местами, что ли. То есть при полноценном шестиместном размещении. Плюс вот такой вот шикарный санузел. И передний огромный диван. То есть разместить обеденную зону мы можем как вот здесь. То есть могут детки пообедать так. И есть вот такой вот замечательный стол штатный. Все это дело в комплекте. Освещение уже на диодах здесь. Очень красивое. Местные подсветочки везде присутствуют. Небольшой итог сегодняшнего нашего видео обзора. Это караван 2017 года. Полноценное шестиместное размещение. Стоит он 1 миллион 412 тысяч рублей. Котел Трума 4 киловатта. У нас в данном случае. И полноценный санузел. И полноценная интегрированная кухня. Смотрите нас в инстаграме авточоис.псков. Сайт авточоиспсков.ру. Мы есть везде. Так что каких-то недостаточных есть ли фотографий, обзоров и так далее. То есть мы с удовольствием вам ответим. Вайбер, ватсап у нас работают. Всем сразу отвечать не сможем заранее. Прошу прощения. Но постепенно все-таки со всеми работаем. В том числе и дистанционно. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Кому что допоказать, дорассказать. Спасибо за просмотр и до новых обзоров.